Всем доброго дня! Совсем немного времени осталось до запланированной нами конференции, которая пройдет 22-23 апреля. Однако в ее преддверии мы решили продолжить цикл наших исторических бесед касательно истории нашего региона, собственно, Среднего Поволжья. Тем более, что есть причина записать отдельно эту беседу, которая связана с выходом очередной книги нашего постоянного партнера и эксперта в истории русско-казанских, особенно военных отношений, Илюшина Бориса Анатольевича, который является младшим научным сотрудником лаборатории гуманитарных исследований, Новосибирского госуниверситета. И на этот раз тема, выпущенной, подготовленной им книги, является «Казанские войны» Василия Третьего. И первый мой вопрос будет к Борису. Чем был вызван интерес к раскрытию именно этой темы? И кратко охарактеризовать хронологические рамки этого периода, и, собственно, о каких государственных образованиях, участвующих в «Казанских войнах» мы здесь поведем речь? – Добрый день! Сегодня я хочу представить свою вышедшую в конце зимы в Казани книгу о «Казанских войнах» Василия Третьего. Интерес к данной теме возник в связи с моими исследованиями по истории служилых татар российских. В ходе этих исследований неоднократно я занимался вопросами московско-казанских войн 15-16 веков. Мне эта тема показалась интересной. К тому же имеется очень важное глубокое исследование Юрия Георгиевича Алексеева, посвященное походам Ивана Третьего, второй половины 15 века, в которых как раз рассмотрена, я считаю, очень глубоко тема именно военных отношений. Однако книга Алексеева доходит только до 1505 года. Соответственно, я решил эту тему продолжить и рассмотреть следующий период московско-казанских военно-политических контактов, который совпадает с правлением великого князя Василия Третьего. Основные участники рассматриваемых войн это Великое княжество Московское, правление вот этого великого князя 1505-1533 годы и Казанское ханство. Первый период московско-казанских отношений пришелся на 30-е, 40-е и 60-е годы 15 века, когда ханство только возникло и, имея военный паритет с московским великим княжеством, вело с ним активную борьбу. Второй период начинается с 1469 года и длится по 1505-й. Это начало московского наступления на Казанское ханство и период временного подчинения его Москве. Для третьего же периода, который я рассматриваю в книге, характерны выступления казанской правящей элиты и широких слоев населения против так называемого русского протектората, обострения военных конфликтов и попытки Василия Третьего вернуть Казань под свою власть. Со смертью же этого великого князя начинается четвертый период, характеризующийся активизацией казанской наступательной стратегии в отношении недавнего сюзерена, что стало возможно в связи с политическим кризисом в Москве. И, наконец, пятый период начался после того, как подзрослевший Иван IV и его советники взялись за решение казанского вопроса, направив все силы московского теперь уже царства на войну с восточным соседом. И заканчивается этот период падением Казани в 1552 году. Второй вопрос у меня будет, в общем-то, тоже логичным. Какие основные причины, собственно, этих постоянных казанских войн в эпоху Василия Третьего мы могли бы выделить, чтобы понять, собственно, характер и самих войн? Ну, причин для конфликтов между московскими и казанскими правящими кругами было много. Прежде всего, борьба за плодородные земли Среднего Поволжья и за контроль над волжским торговым путем. Это было очень перспективное направление политики для московской верхушки. Хотя широкой колонизацией и всеобъемлющей эксплуатацией региона и его населения Московское царство смогло приступить только в XVII веке, когда было сломлено сопротивление черемисов и татар. Плодородная земля была нужна не только для налоговых выплат пополнения царской казны, но также и для содержания многочисленного поместного войска, значительная часть которого постоянно испытывала экономическую нужду и не могла выезжать на службу в полной боеготовности. Ну, а войско московским царям нужно было как для обороны своих земель, в частности, на южном направлении против Крымского ханства, так и для экспансии на западном направлении против Великого княжества Литовского и войн за возврат древнерусских земель под власть Рюриковичей. Кроме того, помимо волжской торговли, на Волге еще имелся другой важный источник дохода, а именно ценные породы рыбы. И русские рыбаки, как известно по источникам, добывали рыбу вплоть до Нижней Волги еще задолго до падения Казани. Другая область конфликтов – это Таежный север, то есть Увятский край, земли Коми и Приуралии. Казанское ханство, а ранее Ивовская Болгария получали оттуда меха, соль и медь, а русская колонизация региона, соответственно, не могла не встретить сопротивление со стороны казанцев. Русское продвижение в Поветлужье и далее на восток должно было также негативно восприниматься местными жителями, то есть марийцами. Они составляли значительную часть казанских подданных и были важной частью вооруженных сил казанского ханства. Кроме того, исторически так сложилось, что между великими князьями московскими и казанскими ханами отношения были изначально немирными. И более того, для русской стороны ханства его ханы или цари, как их называли, были наследниками Золотой Орды, а для казанской же страны русские князья были сыновьями и внуками слуг дедов и прадедов казанских ханов, которые получали престол по их ярлыкам и платили им дань. К этому же добавлялась разница вероисповеданий и имеющейся в обоих государствах системы представлений о своем положении и положении иноверцев, соответственно, в православии и исламе. Особенности московско-казанских отношений определялись также наличием в московском великом княжестве, сильностью самодержавной власти и ее отсутствием в ханстве, правящая элита которого была расколота на боровшиеся между собой группировки. Положение к нам уже усложнялось заинтересованность у крымских ханов в контроле над Средним Поволжием. Другим важнейшим фактором московско-казанской конфликтности в первой трети XVI века и позже был так называемый русский протекторат. Напомню, что после военных столкновений середины XV века между Москвой и Казанью сохранялся до 1467-го мир, но потом великий князь Иван III развернул активную политику подчинения ханства себе. Он поддержал своего служилого царевича Касима, претендента на освободившийся казанский престол, но казанцы того не приняли. Отношения между государственными снова обострились, а в 1487 году русское войско взяло Казань, захватило хана Олегама и посадило на казанский стол его двоюродного сводного брата Мухаммеда Эмина, ранее привезенного в Москву оппозиционной знатью. Начался период русского протектората, который предполагал для казанцев сильные экономические и политические ограничения. В частности, торговать с русскими людьми и мордвой казанские купцы могли только в Нижнем Новгороде при уплате значительных пошлин. С казанских подданных взымались некоторые другие дополнительные пошлины и даже имеются некоторые сведения, правда не совсем точные, о выплате казанцев дани в Москву. Кроме того, казанский хан должен был сообщать о своих международных контактах в Москву, докладывать о имеющихся настроениях в отношении великого князя среди ногаев. Жениться он мог, то есть заключать династические браки только с дозволением великого князя. А казанские войска должны были принимать участие в военных конфликтах московского великого княжества. После казанского взятия Иван Третий к тому же добавил к своему титулу элемент «государь булгарский». Ну а сохранение такого протектората неминуемо привело бы в обозримом будущем к полному подчинению ханству Москве, ухождению его территории в состав московского государства, подобно Новгороду, Пскову, Рязанскому, Тверскому княжествам и Вятскому краю. Ну, соответственно, казанцы пытались этого избежать. И даже можно сказать, что нередко причиной войны русская страна в 1-3-16 века объявляла именно нечестивость и неверность казанцев, которые сопротивлялись, так сказать, подчинению иноверцам и иноземцам. Считалось, что раз Иван Третий однажды возвел на казанский трон царя, значит, и все последующие казанские цари и царства должны были быть покорны великому князю. Собственно, с удачной попытки казанцев избавиться от русского протектората в 1505 году, и начинается новый период московско-казанских отношений и войн, которые следуются в моей книге. Какое место во всех этих событиях играет торговля людьми или раба торговля, о которой, в принципе, мы можем постоянно читать в учебниках, в научно-популярной литературе касательно взаимодействия между Казанью и московским княжеством? Действительно, нередко утверждается, что одной из причин войны были постоянно казанские набеги и увод татарами пленников для продажи на восток. Однако, переносить автоматически на казанское ханство практику крымских татар и нагайцев, я считаю, не совсем корректным. Крымские татары и нагайцы регулярно совершали набеги на пограничные уезды Московского государства и Великого княжества Литовского, о чем однозначно говорят русские, литовские и польские источники. Однако, большие походы крымских татар предпринимались с более глобальными целями, чем просто нажиться на работорговле. В случае же с казанским ханством источники позволяют уверенно говорить об уводе значительного полона лишь во время военных действий, а не о ежегодных набегах. Другое дело, что московско-казанские войны в тот период были сравнительно частыми. Ну а захват полона и вывод его в свои земли был обычной практикой того времени для всех других государств, для русских людей и литовцев. Однако, это не говорит о развитой работорговле и влиянии ее на политику этих государств. Вот во время войн с Великим княжеством Литовским, Ливонией и Швецией русские ратники также приводили к себе в поместье тысячи полонянников из литовцев, русинов, латышей, немцев, которые оседали там на положении холопов. Приводили они и казанский полон. Обычной стратегией того времени было разорение территории противника и увод населения. Так что, так по возможности поступали все ратники государства Восточной Европы. Сколько-нибудь заметные вторжения казанцев наблюдаются также только во время войн, которые начинались по более веским причинам, чем пограничные инциденты. Причем численное превосходство позволяло именно русским ратникам уводить гораздо больше людей, чем это могли сделать казанцы. Вот регулярно за полоном приходили на Русь степняки, но их кочеви в то время оставлялись практически недосягаемыми для русских войск, в отличие от Среднего Поволжья, ставшего объектом периодических вторжений с территории Руси еще с 1360 года, когда в начале Великой Замятни в булгарские земли стали вторгаться ушкуйники и нижегородские войска. Несколько раз в источниках упоминаются грабительские набеги черемисов на северные лесные уезды, но нет оснований представлять их аналогом о непрекращающейся на степных окраинах охоты на людей со стороны кочевников. Это скорее похоже на обычные для московско-литовских отношения пограничные шкоды, которые чинили друг к другу жители этих окраин. Так что вот данный пункт, не думаю, что можно считать одним из основных по части причин московско-казанских конфликтов. Как мы можем описать основной театр военных действий, который на странице книги, собственно, описывается? Ну, это в основном земли Среднего Поволжья, преимущественно правобережье. Земли от Казани и Арского городка на востоке и на западе вплоть до Нижнего Новгорода, Мурома и в отдельном случае вплоть до Мещеры. Кроме того, военные действия велись к северу от Средней Волги, в лесном краю, от Вятки, то есть территории нынешней Кировской области, до территории нынешних Вологодской и Костромской областей. В моей книге данный вопрос рассмотрен подробно. Были, в частности, выделены несколько различающихся в природно-географическом и хозяйственном отношении регионов. В пределах Великого княжества Московского это, во-первых, Волга-Окская, Междуречье, ограниченная на востоке Сурой, являющаяся единственной, извиняюсь, Сурой, то есть рекой, которая являлась единственной четко обозначенной границей между Великим княжеством и ханством. Население региона было сравнительно малочисленным и разреженным, и в значительной степени состояло из Мордовы. Как обоснованно показал Николай Николаевич Грибов, после разорения от Едигея и Улума-Хамеда, Нижний Новгород большую часть XV века находился в значительном запустении. Его старая деревянная крепость на горе обетшала и порушилась, а хозяйственная жилая застройка верхнего посада и склонов Почайнинского врага не прослеживается археологически. Только к концу XV века, в связи с общей стратегической значимостью порта вместе с лиянием Аки и Волги, образованием Казанского ханства и важностью волжской торговли, Нижний и его Кремль начали заново отстраиваться. Кроме того, в 1521 году казанцы единожды ходили войной вплоть до Мещеры и, по некоторым данным, даже до Москвы. Но они делали это вместе с Крымским войском. И это исключительный случай. Другой регион можно условно назвать северным. На западе он охватывает территории современных Костромской и Юго-Вологодской областей, а на востоке доходит до Кировской. Это холмистая местность, пересеченная хвойными и смешанными лесами, забилующая болотами и реками. Регион малолюдный, экономика его в значительной степени тогда строилась на пушном промысле. В делах же Казанского ханства также уделяются два основных регионов военных действий. На западе это горная сторона, то есть высокий правый берег Волги от Суры и до поворота Волги у Казани, населенные Чувашами и Марийцами. Благодаря плодородным почвам, наличию открытых пространств, лугов, сравнительно мягкому климату, горная сторона, как указывает Александр Геннадьевич Бахтина, являлась важнейшей частью ханства. Его, можно сказать, житницей, дававшей значительные поступления в ханскую казну. А в случае русских походов на Казань через горную сторону, этот регион сильно страдал от проходивших русских ратников. Следующий Казанский регион – это сам город Казань и прилегающие к нему с юга и с северо-востока окрестности. То есть это центр ханства, развитый в социально-экономическом отношении и густонаселенном. Тут же проходил важнейший ярмарк, где встречались местные и иноземные купцы. Ну и учитывая вышесказанное, можно заметить, что московско-казанские войны I и III XVI века охватывали неравнозначные в экономическом, политическом и демографическом отношениях регионы, государств, участников конфликта. В Великом княжестве Московском – это восточные окраины, редконаселенные и гораздо менее значимые для экономики государства, чем, например, центральные и северо-западные уезды. А в Казанском же ханстве война затрагивала гораздо более значительную часть территории, включая центр и второй важнейший для ханства регион, то есть горную сторону. Какова была военная стратегия, втянутых в конфликты сторон? И, в общем, что мы можем сказать в общем о воинских контингентах обоих сторон именно в этот период? Ну, сразу скажу, что в военном отношении Московское государство I и III XVI века было по всем важным показателям многократно сильнее Казанского ханства. Прежде всего, что бросается в глаза, это разница в боевом опыте у командующих и у рядовых воинов. У великокняжеских воевод и ратников он был просто огромен. Почти непрерывно велись успешные войны против степных татар, казанцев, шведов, литовцев. Военным путем были почтенены Новгород, Вятка. А Василий III захватил большие земли Великого княжества Литовского со Смоленском. У казанцев же боевого опыта к I и III XVI века было очень мало. Можно отметить несколько безуспешных войн с московским государством и малопродуктивные совместные с русской же стороной походы на Вятку и против Большой Орды в конце XV века. Многократно превосходило московское государство, казанское ханство в экономическом и техническом отношениях. Соответственно, гораздо шире была материально-техническая база войны. Большее количество воинов могло иметь защитное вооружение. Московское Великое княжество к XVI веку стало одной из ведущих пороховых держав. В нем имелась заметная прослойка пушкарей, в том числе и русских. Налажено производство пушек и боеприпасов. В Казани же пушки появились только в виде нескольких трофеев. Попытки хана Сахиб-Гирея получить пушки из Крыма так ни к чему и не привели. И, наконец, еще один важный фактор – это численность населения и вооруженных сил. В моей книге этот вопрос очень подробно рассматривается. Тем более, что ранее он почти не поднимался в историографии. А если им занимались, то зачастую без учета современного уровня развития военных исследований и методологически не всегда корректно. В частности, до сих пор можно встретить утверждение, будто Казанское ханство располагало вооруженным силами численностью до 50 тысяч человек. А также утверждение о том, что русские и европейские нарративы содержат объективные данные о численности казанских войск. Ну вот, если говорить кратко, то десятикратная разница в численности населения двух государств, анализ, отмечаемый в источниках численности казанских военных контингентов в отдельных кампаниях, характерах военных действий, число служилых и источных представителей народов Казанского края на русской службе во второй половине XVI-XVII веках и количество ратников и так называемых полукомбатантов, выставляемых краем в XVII веке, а также сама история Московско-казанских войн, все это показывает, что при максимальном напряжении ресурсов ханство могло выставить для обороны менее 20 тысяч человек, ну что-то около 15-18, и значительную часть составляли пешие ополченцы. А вот военнослужилое сословие Казанское вряд ли насчитывало больше 4-5 тысяч конных воинов. К этому же можно прибавить еще 2-3, может 4 тысячи конных ополченцев, но в сравнении с поместным русским войскам они, конечно, были малобоеспособны. И в то же время точно известно, что во времена Ивана Грозного уже в начале второй половины XVI века в одной кампании могло участвовать до 20-30 тысяч ратников и больше с русской стороны, а общее количество ратных людей второй половины XVI века могло доходить до 100 тысяч. Ну, при Василии III это число было поменьше, тысяча 50-60, но все равно это значительная разница с Казанским ханством. Что мы можем сказать в общем-то все-таки о военной стратегии. Да, вот о военной стратегии. Ну, русская наступательная стратегия против ханства выработалась еще в походах второй половины XV века и практически не менялась, поскольку она была наиболее подходящей. Сводилась она к тому, что в Казани для осады направлялось несколько контингентов. То есть это судовая рать, которая шла по Волге, а также иногда еще и по Каме, и конная рать, идущая по горной стороне. Судовая, она же пешая рать, имела артиллерию для осады, а конница должна была прикрывать ее при осаде. Важнейшей задачей при такой стратегии становилась синхронизация подхода конницы и судовой рати к Казани, поскольку без прикрытия осаждать город было опасно. Казанская наступательная стратегия в этот период сводилась к маломасштабным летним набегам и реже походом ханского войска на западном направлении против Нижнего Новгорода, Мурома и Мещеры. На северо-западном направлении крупные войска в эти десятилетия не задействованы. По порой же стратегии казанцы в первое и третье XVI века экспериментировали. В 1506 году они устроили под Казанью ловушку с лагерем или ярмаркой, которую бросились грабить русские пешие ратники, затем разгромленные казанской конницей и лучниками. В 1524 году имелись попытки разбить русские силы по частям. В частности, нападению подверзлись некоторые части судовой рати, а также отдельные отряды конной. В том же году казанцы попытались остановить продвижение русской конницы к Казани еще на правом берегу Волги, но были разбиты в битве на Итяковом поле. Тем более, что часть казанских сил оставалась под столицей, обороняя ее от осадившей ее русской пешей рати. Ну а в 1530 году хан, наоборот, стянул почти все силы Казани, усилил их ногайскими казаками и попытался разгромить русское войско, которое как раз в тот год очень удачно соединилось. То есть под Казанью примерно в одно время оказались и судовые конные рати. Но эта попытка также провалилась. Вот в частности, что касается стратегии указанный период. Олюш, мы действительно в большинстве своем заинтересованы все-таки и в истории Нижегородчины, и в частности Нижнего Новгорода, которому в этом году исполняется 800 лет. Какое место Нижний Новгород занимает в конве этих событий, его значение и какие события связаны с нашим городом? Ну, важность Нижнего Новгорода для московско-казанских отношений хорошо понимали обе стороны конфликтов. Помимо того, что это крупный Лолжский порт, в Устье Аки и торговый центр на восточной окраине московского государства, это еще и военно-стратегически значимый пункт. Он находится на правом берегу Аки, в отличие от Мурома, и расположен в удобном для обороны месте, что делало Нижний не только важным пунктом для обороны внутренних русских районов, но и удобной базой для наступления на восток. После разорения, как я уже сказал, первой половины XV века, город несколько десятилетий был в запустении, но к XVI веку он снова отстраивается и укрепляется. После масштабного казанского похода 1505 года тут был построен новый современный каменный Кремль, абсолютно неприступный для казанского войска. Можно также привести отдельные примеры, когда Нижний Новгород фигурирует в казанском московских войнах. Да, хотя бы кратко, какие основные события можно в книге в том числе встретить? Вот, начинается все с лета 1505 года, когда казанский хан Мухаммед Эмин, незадолго до этого, в третий раз посаженный на казанский стол Иваном III, пошел на конфликт с Москвой, объявив наследника, разбитого инсультом великого князя, то есть будущего Василия III, нелегитимным, поскольку тот действительно заставил старого отца переписать завещание и лишить прежнего наследника, то есть княжеча Дмитрия, наследства. А именно этому внуку Ивана III Мухаммед Эмин ранее присягал на верность. Тем самым казанский хан фактически объявил о независимости от Москвы, что к тому же позволяло ему самому избежать судьбы сводного и родного братьев, бывших ханов, оказавшихся в русской ссылке в условиях русского протектората. Казанское население хана поддержало, и после разгрома, погрома купцов русских в Казани, хан с войском выступил на запад. Казанцы с ногайскими союзниками осадили Нижний Новгород и уже через три дня оттуда ушли, по некоторым сведениям, после убийства ногайского предводителя, сраженного и спещали военнопленным Литвину. В связи с этой осадой существует несколько мифов, в том числе придуманный Мельниковым-Печорским Феде Литвич, тот самый стрелец-литвин, который убил ногайского Мурзу. Миф о том, что на месте убийства Мурзы потом построили церковь или пророка в начале Иринской улицы. Сюда же относятся сообщения казанского летописца о 60 тысячах татарско-ногайских сил, что не более чем художественный вымысел. Русское верховное командование, возможно, считало в то время Муром более важной для обороны крепостью, чем не совсем еще восстановлен Нижний Новгород. Почему именно туда были направлены тысячи или, может, полторы тысячи радников при первых известиях о выступлении хана в поход? Видимо, казанской угрозе не придали большого значения, и даже воеводы, постные в Муром, были в основном неопытными. Казанцы же, возможно, намеревались или захватить Нижний Новгород, или нанести ему ущерб, поскольку это был плацдарм для русского наступления, а также пункт в системе экономических ограничений для казанцев, поскольку только тут их купцы могли торговать с русскими и мордовскими. К уверенности же, хану мог прибавлять факт захвата Нижнего Новгорода его собственным прадедом Лу-Мухаммедом. Ответный поход на Казань начался в апреле 1506 года, когда Василий Третий уже воссел на освободившийся московский стол и когда позволяла погона. То есть открылась навигация, и под Казань можно было направить осадный контингент. Поход закончился натуральной катастрофой, поскольку пешая иконная ратьи пришли к Казани в разное время. Пешая рать была, к тому же, застегнута врасплох во время грабежа бутафорского казанского лагеря, а затем была побита иконная рать. Ну и остаток лета и осени 1506 года в Нижнем Новгороде стояли русские полки на случай казанского вторжения, которого, однако, не случилось. Следующий раз Нижний Новгород фигурирует в московско-казанских войнах в 1521 году, когда крымский царевич Сахиб Гирей выбил из Казани московского ставленника и с казанским войском отправился грабить северо-восточные и восточные окраины соседа. В частности, во время масштабного вторжения крымских войск, дошедших до Москвы, казанцы ходили под Нижний Новгород, разорили окрестности, сожгли даже несколько дворов на Нижнем Посаде. Упоминается, в частности, район Гремящего Ключа, а также дворы возле нынешней Рождественской церкви. Однако, даже в сравнении с крымским войском, казанцы все-таки выглядели менее опасным противником, поэтому о них русские источники упоминают за 1921 год гораздо меньше. Вот. Ну и создалась такая опасная ситуация, когда московскому государству угрожала с юго-крымское ханство, а с востока Казань. Тем не менее, в начале 1523 года этот союз временно оказался, можно сказать, не удел, поскольку главный союзник Сахиб-Дирея, его родственник и крымский хан Мухаммед, был убит в Астрахани, а его войско разбито нагайцами. Узнав об этом ближе к лету, Василий Третий спешно организовал поход на Казань. И, судя по составленному тогда же завещанию, то есть духовной грамоте, Василий Третий намеревался идти прямиком к столице ханства. Однако большое войско, русское войско, прибыло в Нижний только 23 августа. А, судя по погоде, ожидалась ранняя осень и ранняя же зима. Почему плыть к Казани с артиллерией было малоперспективно и опасно? Тогда великий князь остался в Нижнем, но направил часть конной судовой рати пограбить казанские земли, а также поставить на Казанском берегу Суры крепость Васильгород, или Васильсурск нынешний, который планировался изначально как база для дальнейшего наступления. Это, кстати, была единственная казанская кампания Василия Третьего, в которой он поучаствовал лично. Ну, а походы 1524 и 1530 годов, в которые через Нижний Новгород проходили части русских ратий, также не принесли победу над ханством. При этом наряду с Нижним Новгородом, важным стратегическим пунктом на восточном направлении оставался еще и Муром. Какие важные исторические итоги казанских войн при Василии Третьего мы можем, собственно, выделить? Самые важные исторические итоги этих событий. Ну, итогом казанских войн Василия Третьего стало политическое ослабление казанского ханства, временное восстановление над ним русского протектората при сохранении выраженного антирусского настроя у значительной части казанского общества. Хан Сафа Гирей, который сменил Сахиб Гирея, вскоре был изгнан оппозиционной казанской знатью, уставшей как от его своей власти, так и от постоянного военного прессинга со стороны московского государства. Случилось это, скорее всего, в 1532 году весной. Ну, можно сказать, что растущий военный опыт казанцев, эксперименты в области оборонной стратегии и высокий боевой дух все же не смогли в итоге противостоять русским войскам, гораздо более опытным и многочисленным, хотя использовавшим на протяжении всех походов этого времени одну и ту же стратегию. Утратив контроль над Казани в начале правления, временно восстановив его в 1519-20 годах, Василий Третий все же снова починил себя Казани посредством вот уже каких-то политических интриг и с помощью оппозиционной казанской знать. Однако вскоре в конце 1533 года умер. Литовцы попытались воспользоваться этим и вернуть Смоленск, а также другие земли. Началась так называемая Страдубская война, а потом и боярские склоки в Москве. Так что на восточной Украине в Москве просто перестали обращать внимание. Казанцы же русского ставленника свергли, позвали назад Сафагирея и перехватили стратегическую инициативу. И последующие 10 лет они регулярно вторгались в русские земли, чиня разорения, угоняя полон, убивая людей. Так что русское продвижение на восток в земли Коми, Морицев, Мордвы временно приостановилось. Казанцы радикально пересмотрели прежнюю наступательную стратегию и частным явлением стали их зимние набеги, чего раньше не было. Благодаря этому под удар попали центральные уезды московского государства. В частности, казанцы доходили до Владимира, Гороховца, Старадуба. Поскольку зимой, как предположил я, можно преодолеть яку в любом месте, тогда как в теплое время года переправиться через него было опасно. Ведь более многочисленные русские рати могли перекрыть казанцам путь к отступлению на переправах. Видимо, именно этот период определил возникновение такого представления о враждебности и опасности Казанского царства для Руси как о главной причине завоевания Казани. Тем не менее, интенсивные набеги не подорвали экономической войной мощи московского государства, но только озлобили русскую сторону. А подросший Иван IV и его советники, взяв в свои руки руководство страной, очень быстро перехватили стратегическую инициативу на казанском направлении. И уже в 1552 взяли Казань. И да, еще продолжение исследований по данной тематике планируется, в частности, совместно с моим петербургским коллегой Михаилом Мясиным, который как раз планирует исследования именно по военным конфликтам между Москвой и Казани во второй половине 30-х, 50-х годах. Надеюсь, в возримом будущем удастся написать более масштабное исследование, охватывающее весь период московско-казанских войн с 15-го по середину 16-го века. Ну, а что касается пока этого издания, где можно его найти, приобрести, почитать и непосредственно ознакомиться с самим текстом? Ну, вот эта книга была издана Ассоциацией исследователей Золотой Орды в издательстве «Логос Пресс» усилиями сотрудников Института истории имени Шигабуддина Мрджани под руководством Эльнора Медхатовича Мергалеева. Тираж небольшой, поскольку и книга достаточно толстая. Вот, и в значительной степени он уже разошелся. Но еще, я думаю, можно обратиться в Институт для приобретения экземпляров. А главное, что в скором времени будет официально опубликована PDF-версия книги. Этим занимаются как раз в типографии. И пока они подали заявку на внесение книги в Российский индекс научного цитирования. Так что, думаю, до мая она там появится. Ну и, возможно, текст там же. Или текст появится на сайте Института истории. И как это произойдет, я размещу у себя ВКонтакте на странице ссылку. Ну и, соответственно, мы также в группе ДК-музеем эту ссылку разместим. Особенно, если действительно на эту PDF-версию будет в свободном доступе. Надеюсь. Да, я думаю, на этом встрече мы закончим. Она, как мне показалось, была, как всегда, довольно содержательна. И конкретно по своим вопросам. И особенно по ответам на эти вопросы. А я только упомяну, что 22 апреля Борис Анатольевич, я думаю, если не будет у нас каких-то больших накладок, выступит на нашей онлайн-конференции Нижний Новгород и его периферии 800 лет назад. И там тему русско-казанских, в том числе военных взаимоотношений, он продолжит уже касательно действительно ближайшей округи Нижнего Новгорода, и в частности, Далекостантиновского района. Там он в своем выступлении затронет тему, пока еще новую, которую мы поднимали только однажды. Это тема так называемой битвы на Константиновом поле 1549 года, если я ничего не путаю. Поэтому будем ждать этого выступления. А пока всем до свидания и спасибо. До свидания. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok